Прежде чем я назову тему на сегодня, давайте посмотрим это видео. Вы догадываетесь, почему владелец машины с регистратором нервно сигналит? Так, назревает конфликт. Похоже, сейчас выйдет учитель. Дорожное движение Поворотом или разворотом, а также остановкой, водители обязаны применять световые указатели поворота соответствующего направления. Четко и кратко. Мы обязаны включать сигналы поворота при маневрах. Но часть водителей воспринимает сей момент как лишнее телодвижение, мешающее вождению, в частности, вхождению в поворот. А мы согласны, что в повороте включать рычаг и не нужно, и даже опасно. Поэтому в правилах есть такое слово, как «заблаговременно». Впрочем, об этом чуть позже, а пока. А вот похвалим все-таки нас. Хотя камера и выхватывала машины без моргающего поворотника, но большая часть автовладельцев молодцы. Но молодцов мы же воспринимаем как должное, а бросаются в глаза именно они, кто ездит слепо. Ну что же, себе дороже. Эх, если бы у Шевика сейчас мигал левый поворотник. Конечно, обгоняющим нужно быть внимательнее к притормаживающим у поворота машинам. Но всего лишь мигающая лампочка могла бы исключить кучи подобных ДТП. И не только при поворотах. Мигающий желтый фонарь исключал бы происшествия и при обгонах, и вообще при любых маневрах. Кстати, в данном случае виновник еще и уехал. Вот недавно президент устроил показательную порку насчет дорог. Так ямочный ремонт начался по всем городам уже в апреле. Не припомню, чтобы так рано стали дыры латать. Это к тому, что при объезде ям тоже поворотники включаете. А вот теперь перейдем к слову «заблаговременно». Светофор. Две полосы в одном направлении. Тонкость в том, что слевой можно повернуть налево. Внимание на Шкоду. Судя по всему, едет прямо, поэтому за ней встают и другие водители. Но! Загорается на светофоре зеленый сигнал. И... опс! Замигал левый поворотник. Так, реакцию водителя Нивы можно предполагать. А ведь типичный случай. Вот вам еще. Водитель Жигулей вроде бы едет прямо, а поэтому тем, кому по пути, встают за ним. Но не тут-то было. В общем, помните о заблаговременном сигнале поворота. Ну и под занавес еще важное замечание. Так же следует учитывать, что сигнал поворота не дает преимущество водителю при осуществлении вышеперечисленных маневр. Дернул поворотник и сразу маневр? Глупо и не по правилам. В общем, совет тут один. Включайте, притом заблаговременно, сигнал поворота при любых маневрах. И не только на дорогах, но и в жилых зонах. Во дворах тоже сигнализируйте, что начинаете движение. Доказано регистраторами. Этим сберегаете нервы. Себе и окружающим. Да и от ДТП предохраняет.